В Махачкале возле 48-й школы произошла драка между школьниками. Парень нанес мальчику сильный удар кулаком. Ситуацию прокомментировала администрация учебного заведения. Жители Махачкалы жалуются на переполненный и недостаточный общественный транспорт. Власти города обещают решить проблему, разработав новые маршруты. Выставка реликвии пророка Мухаммада «Мир ему и благословение» в Кизилюрте продлена по многочисленным просьбам. Тысячи людей круглосуточно приходят лицезреть, голос посланников Всевышнего и другие ценные экспонаты. Пример для подражания. Вице-чемпиона Паралимпиады в Париже Алисхаба Рамазанова чествовали в родной спортшколе. В Москве задержаны шестеро фигурантов. Дело о стрельбе у офиса «Вайлдберрис». В результате инцидента погибло два человека. Семь получили ранения. По данным СМИ, сооснователь Татьяна Бокальчук обвинила своего мужа в попытке рейдерского захвата компании. Всего по делу задержаны 30 человек. В социальных сетях распространилось видео, на котором молодой парень избил школьника. Все произошло возле 48-й школы Махачкалы. Как пишут в телеграм-каналах, причина была в том, что девятиклассница позвонила своим братьям и сообщила о том, что про нее распространяют слухи. Ребята встретились у территории школы и начали жестокую драку. Собралась огромная толпа. Парень нанес мальчику сильный удар кулаком. Отметим, пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь, здоровью ничего не грозит. Ситуацию прокомментировала администрация учебного заведения. Мы прекрасно понимаем, что подобные ситуации вызывают беспокойство и тревогу. Хотим заверить вас, что ситуация находится под контролем. Мы незамедлительно отреагировали на случившееся. Разъяснили ситуацию, провели беседы с участниками конфликта и их родителями. Провели беседы с учащимся классом с целью предупреждения подобных инцидентов. Переполнение и нехватка общественного транспорта. Именно на эту проблему жалуются жители города. Население столицы республики растет, а количества транспорта нет. Кроме того, маршрутки задерживаются из-за пробок в час пик. В это время передвижение закономерно усложняется во всем городе. Весь каркас маршрута сети города будет полностью пересмотрен, по сути он будет снесен, будет выстроен заново. Это огромная кропотливая работа, но без нее мы не двинемся никуда. Также проблема состоит в том, что маршруты, разработанные около 25 лет назад, не охватывают новые районы. Из-за этого страдает население столицы. Теперь власти Махачкалы решат эту проблему. В Махачкале в этом году планируют благоустроить 18 улиц в разных частях города. На данный момент на улице 2-я Патриотная идут работу по благоустройству тротуара, подсыпки проезжей части, которая составляет более 300 метров. Также полностью установлены бордюры. Все это происходит в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На данной улице мы изначально, когда начали работу, столкнулись с тем, что нулевой уклон, некуда было выводить воду. С этой проблемой мы изначально столкнулись. Сроки сдачи успеваем. У нас вообще идет по графику в конце ноября сдача объектов. Мы уже где-то числа 10-15 завершаем данную улицу. 22 сентября в республике отметят ежегодный праздник – День города Махачкалы. В этом году столице республики исполняется 167 лет. В честь этого дня для жителей и гостей организуют ряд праздничных мероприятий. Так, с утра на главной площади пройдет запуск воздушного шара, зарядка с олимпийцами, а также молодежный флешмоб. Ближе к обеду на территории Вузовского озера состоится открытие сквера, а главный праздничный концерт пройдет на центральной площади в 5 вечера. Нашему городу я желаю процветания, всего самого хорошего, желаю всем хорошего настроения, побольше улыбок, чтобы все жили дружно и мирно и любили друг друга. Я люблю Махачкалу, наверное, больше людей я люблю, которые окружают нас, они очень добрые, теплые, искренние. Побольше туристов, чтобы было. Чтобы все были здоровы, чтобы везде был мир, согласие, любовь. Без войны, чтобы мир был в домах, в государстве. А за что вы любите Махачкалу? Махачкала – море, море. Красота гор. Гостеприимный народ очень. Да, и такой отзывчивый, и молодежь такая прям. Все, что не спросили, все подслаживали. Немножко другой менталитет, но то, что мы видели, все это нам нравится. Что я же говорю? Процветание. Чтобы жизнь была лучше, чтобы люди были добрее, счастливее. Молодец, чтобы уважала старших. Что тебе еще может пожелать? Я родилась здесь, как я могу не любить свой город? Это мой город, это моя родина. За все люблю, за добродушных людей люблю, за зелень, за солнце, за природу. Я желаю нашему прекрасному городу процветания, чтобы он становился еще краше, еще прекраснее, чтобы было много хороших людей здесь, и чтобы побольше было классных туристов, которые будут распространять название нашего города на весь мир. В Махачкале прошел турнир «Сильнейший пожарный». Участники соревновались в выполнении различных испытаний на скорость и ловкость. В программу вошли задания по преодолению полосы препятствий, работе с инструментами и транспортировке пострадавшего. Кроме того, пожарные поднимались на учебную башню и поднимали рукавную скатку, используя спасательную веревку, а также наполняли мишень водой. Сегодня на базе 54 пожарно-спасательной части проходили соревнования сильнейшей пожарной республики Дагестан. Соревнования проводились в целях повышения готовности реагирующих подразделений на тушение пожара и проведение аварийно-спасательных работ, а также определение лучших пожарных республики Дагестан. В завершении состоялась церемония награждения, где победителям и призерам вручили кубки, медали и ценные призы. Очередную партию гуманитарного груза отправили в Курскую область. Всего было передано 30 тонн продукции местного производства, а именно около 5 тонн Каспийской кильки, более 5 тонн тушеной говядины, 5 тонн риса, а также около 15 тонн бутилированной воды. Дагестан проявляет свойственное ему мужество, сопереживание, сочувствие со своими согражданами. Мы и дальше будем оказывать гуманитарную поддержку нашим согражданам. Тем самым мы хотим сказать, мы своих не бросаем. Мы – единая страна, единый народ с единой ментальностью, единая конституция и один президент. Напомним, по поручению главы Сергея Меликова, республика продолжает оказывать гуманитарную помощь Курской и Белгородской областям. По многочисленным просьбам выставка, на которой представлены личные вещи пророка Мухаммада, мир ему и благословения, его семьи из подвижников продлевается. Реликвии размещены в центральной мечети города Кизелюрд. Это уникальная возможность для всех желающих ознакомиться с ценными экспонатами, в том числе увидеть волос посланника Всевышнего. Выставку могут посетить все желающие в любое время суток. В эти дни было очень много людей, и были пожелания со стороны прихожан, что и многие подходили, спрашивали. Вот много людей, может быть, продлят выходные же дни. И мы решили ответить на это, тоже связались с администрацией города. Они тоже показали поддержку в этом плане. И получили ответ, что на выходные решили продлиться. Все люди пришли сюда с одной целью – показать свою любовь к пророку Мухаммаду, тем самым показать свой иман. Это же и есть глубокая вера во Всевышнего. Нет никаких ограничений, нет для выставки. Все желающие могут прийти. Кизлиурт находится в очень удобном месте. То есть и Хасаюртовский район рядом, в самом Кизлиуртовском районе очень много поселений. Мы собрались на очень хороший вечер. Вечер, который рассказывает нам… В набережных Челнах прошел праздничный мавлид, организованный представителями муфтията Дагестана. Мероприятие собрало людей разных национальностей, объединенных любовью к пророку Мухаммаду. Мир ему и благословение. Дагестанские богословы и деятели культуры подчеркнули важность единения и уважения к традициям. По завершению были вручены подарки и путевки в Малый Хадж. Жители города набережной Челны выразили благодарность шейху Ахмаду Афанди за организацию. Я хочу поблагодарить представителями муфтията, которые приехали к нам, поддержали наш праздник. Особенно хочу поблагодарить нашего муфтия Ахмаду Афанди. Не забывайте нас, где бы мы ни находились. Это нам очень приятно. Упорные тренировки и целеустремленность – это залог победы, а финансовая поддержка добавляет мотивации. Махачкале чествовали вице-чемпиона паралимпийских игр в Париже Алясхаба Рамазанова. По этому случаю в республику прилетел президент Союза Тэквондо России Анатолий Терехов. Серебряная медаль, которую мы имеем, это заслуженная и очень тяжелая медаль. Он вообще исключительно сложный бой провел за серебро. Кто смотрел, видел его. Поэтому, я думаю, золото будет в следующий раз. Он готов для золота. Сам факт выступления на Паралимпиаде с таким результатом очень важен. Мы рассчитываем, что приток будет и в Паралимпийское движение. Мы там сейчас ждем все-таки. И молодежь подтянется, глядя на то, какие успехи все-таки делает наша пара. Поэтому огромное спасибо и Алясхабу, и Федерации Дагестана. В родной для Алясхаба спортшколы Магомеда Джафарова, где тэквондист тренируется с 2013 года, собрались причастные к его успеху люди. Представители правительства, Минспорта и Федерации Тэквондо региона высоко оценили выступление Рамазанова в столице Франции. Мы специально решили здесь провести мероприятие. Мы хотели показать ребятам, что с этого зала могут вырасти чемпионы. Чтобы ребята не смотрели на какую-то красоту, чтобы ребята соблюдали указания трениров, дисциплину. И у каждого есть возможность. Вот Алясхаб с этого скромного зала, полуподвального помещения вырос в олимпийской чемпионе. От имени двух федераций тэквондо – российской и дагестанской Алясхабу и его наставникам Руслану и Камалу Биарслановым было вручено денежное поощрение. В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто пришел поддержать нас сегодня. Хотелось бы обратиться к нашим будущим поколениям. Когда я был в вашем возрасте, и у меня, как и у многих из вас, тоже была мечта. Но тогда я даже не представлял, сколько труда, сил мне придется положить для реализации этой мечты. За моим успехом стоят многотысячные часы работы, травмы, поражения. Но это делало меня только лишь сильнее. И сегодня вот эта олимпийская медаль – это показатель вам всем, что нет ничего невозможного. История Алясхаба – это пример того, как можно преодолеть любые препятствия и добиться успеха. И эта серебряная медаль, несомненно, послужит вдохновением для подрастающего поколения.